Возле волейбольного комплекса царила творческая атмосфера. Любой желающий мог приобщиться к уличному искусству и посредством граффити рассказать гостям фестиваля, что для него значит присоединение Крыма. Уличные художники признаются, что к этим работам отнеслись со всей серьезностью. Творчество ребят оценили глава района и губернатор Подмосковья, а в спортивно-зрелищном комплексе гостей ждала тематическая выставка. В фойе волейбольно-спортивного комплекса открылась фото-выставка «Крымская весна». На ней представлены фотографии, сделанные жителями полуострова и запечатлевшие момент воссоединения Крыма с Россией. Гости фестиваля могли посмотреть на события трехлетней давности глазами жителей полуострова. На экспозиции представлено 79 работ, рассказывающих об историческом моменте. Выставку организовала и предоставила в дар Одинцовскому району администрация города Евпатория. Эта выставка специально такая, ну вот фотографии такого небольшого размера, эта выставка будет передвигаться, в том числе и по школам для уроков патриотизма. На ней запечатлены те самые большие эмоциональные моменты, которые были три года назад в тот самый исторический момент, накануне референдума, в сам референдум. Все те события, которые этому предшествовали, фактически от самого там немногочисленного первого митинга до уже массовых больших мероприятий, праздничных, в день объявления результатов референдума. А любителей волейбола в этот день ждал матч между клубом «Заречье» Одинцова и командой «Киркинетида» из Евпатории. Перед началом игры губернатор Подмосковья пожелал девочкам удачи. Сегодня девчонки будут играть, я хочу пожелать интересной, содержательной игры, болельщикам, поддержки. Хочу, чтобы мы получали настоящее удовольствие. Несмотря на то, что матч был товарищеский, спортсменки были настроены серьезно. В начале игры наши волейболистки вели в счете. Но во второй партии гости из Крыма перехватили инициативу, им удалось сократить разрыв пачка. Атмосфера в зале была настолько дружелюбная, что итог был заранее очевиден. Товарищеский матч завершился со счетом 1-1. Игра получилась очень интересная и насыщенная. Было очень интересное решение нашего тренера Вадима Анатольевича Панкова, который предложил поменять состав, сделать микс. И тогда игра стала еще более зрелищной, когда девушки из Крыма вместе с нашими представительницами сыграли товарищеские матчи. Конечно, победила в волейболе, такого не бывает, но победила дружба, ничья. Партия закончилась ничью, 1-1. И я уверен, что все получили отличные эмоции и отличную практику. Участники фестиваля «Крымская весна» уверены, что такие мероприятия необходимо проводить регулярно, ведь на них чувствуется народное единство. Эта инициатива идет не сверху, а что очень радует снизу. То есть люди сами в этот день просят организовать ярмарки, какие-то активности, праздники, для того, чтобы таким образом отметить и поддержать крымчан и всех жителей России с этим знаковым событием. Традиция отмечать воссоединение Крыма с Россией становится поистине народным событием. На наших глазах создается новая страница в современной истории. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.